Ученые регулярно проводят различные исследования, ставят опыты, а также осуществляют эксперименты с целью лучшего понимания определенной проблемной сферы в той или иной отрасли науки. Большинство экспериментов и исследований длятся относительно недолго – от нескольких минут или часов. Тем не менее, по результатам таких исследований ученые не могут всецело заполнить все пробелы в той или иной отрасли и прийти к новым революционным выводам. В этом случае на помощь приходят длительные, дорогостоящие и поистине грандиозные проекты, которые призваны дать ответы на главные вопросы человечества. От проекта по созданию нового вида топлива до самого масштабного космического эксперимента в истории. С вами СмартПицца, и сегодня мы расскажем вам о девяти самых больших и длительных экспериментах в мире на данный момент. Погнали! Номер 1. Национальный комплекс лазерных термоядерных реакций Национальный комплекс зажигания, или Национальный комплекс лазерных термоядерных реакций – это научный комплекс для осуществления инерциального термоядерного синтеза с помощью лазеров. Он находится в Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса в городе Ливермор, штат Калифорния. Сокращенное название проекта – НИФ. На возведение огромного комплекса ушло 12 лет и примерно 4 миллиарда долларов. Фактически НИФ состоит из 192 мощных лазеров, импульсы от которых после многокаскадного усиливания одновременно направляются на миллиметровую мишень с термоядерным топливом. Цель проекта – создать мини-звезду на Земле. Первый подобный эксперимент по зажиганию был успешно проведен в сентябре 2010 года. Тогда 192 лазера сфокусировались на маленьком цилиндре с капсулой с замороженным водородным топливом. Этот эксперимент стал последним в серии тестов, которые приведут к зажиганию, когда ядра атомов топлива в капсуле вынуждены сливаться, выпуская огромную энергию. Помимо этого, другой целью этого эксперимента является создание нового экологически чистого вида ядерного топлива, которое будет приносить гораздо меньше радиоактивных отходов. Номер 2. Лиза. Лиза – это аббревиатура от Laser Interformator Space Antenna. Это масштабный современный эксперимент НАСА и ЕКА по исследованию гравитационных волн. В настоящее время эксперимент находится в стадии проектирования. Предполагаемое время запуска – 2034 год. Суть эксперимента заключается в размещении трех космических аппаратов на равноудаленном расстоянии друг от друга в форме правильного треугольника. Расстояние между аппаратами будет составлять 1,6 миллионов километров. Сам проект нацелен на исследование гравитационных волн посредством лазерной интерферометрии на астрономических расстояниях. Проще говоря, аппараты будут стрелять лазерными лучами, чтобы ученые могли фиксировать и измерять гравитационные волны, а также колебания в пространстве времени. Таким образом, они смогут лучше понять природу происхождения и поведение массивных небесных тел и прочих объектов, например, черных дыр. Конечная же цель эксперимента Лиза – построение карты неба с угловым разрешением порядка нескольких градусов путем исследования низкочастотного гравитационного излучения. Номер 3. Обсерватория Нептун В 2009 году канадские специалисты построили на дне Тихого океана самую крупную в мире подводную автоматическую обсерваторию под названием Нептун. В ходе первого этапа строительства на дно были опущены 5-13 тонных контейнеров с оборудованием, которые предназначены для проведения экспериментов и дистанционного наблюдения за морскими организмами. Контейнеры расположены в разных точках на глубине от 100 до 2600 метров в 300 километрах от Ванкувера. Вдобавок они связаны оптоволоконным кабелем общей протяженностью около 800 километров. Кабель служит связующим звеном между пятью контейнерами, которые изучают океанское дно с помощью специализированного оборудования. Впоследствии информация с кабеля и контейнеров передается на сушу. К слову, вышеописанное оборудование включает в себя гидрофоны, роботов, камеры и т.д. В рамках второго этапа строительства Нептуна на дно были опущены другие научные приборы. Стоимость проекта составила 100 миллионов долларов. Цель данного масштабного проекта заключается в представлении ученым возможности изучения подводного мира в стационарных условиях. Номер 4. Фрамингенское исследование сердца Фрамингенское исследование сердца – это современный проект Бостонского университета и Национального института сердца легких и крови. Проект был запущен в 1948 году и длится до сих пор. Его цель – выявить общие причины, которые сопутствуют возникновению сердечно-сосудистых заболеваний. С момента начала эксперимента в нем уже поучаствовали три поколения испытуемых. Первая группа испытуемых под названием «Оригинальная когорта» включала в себя 5209 мужчин и женщин в возрасте от 30 до 62 лет, отобранных из массачусетского города Фрамингем. Через несколько десятков лет в эксперимент были добавлены еще несколько тысяч испытуемых, которые приходились детьми членов оригинальной когорты. Этот длительный эксперимент помог понять, как определенный образ жизни может повлиять на сосудистую систему человека, а благодаря результатам опытов ученые разработали методы лечения заболеваний сердца и сосудов. Номер 5. Эксперимент по микробиологии длиной в 500 лет Несмотря на то, что этот эксперимент начался совсем недавно, ученые планируют сделать его самым длительным за всю историю. Данный эксперимент был начат в 2014 году и будет закончен лишь в 2514 году. Сутью эксперимента является наблюдение за микробами и биомолекулами на протяжении нескольких веков. Эксперимент представляет собой 800 стеклянных флаконов, в которых содержится один из двух видов микробов. На протяжении первых 24 лет эксперимента ежегодно будут открываться 6 флаконов, а затем ученые будут исследовать жизнеспособность микробов из этих флаконов, выявляя повреждения в структуре их ДНК. После первой стадии эксперимента ученые начнут открывать флаконы каждые 25 лет. Номер 6. Долговременный эксперимент по эволюции кишечной палочки В течение 30 лет ученые занимаются экспериментом по прослеживанию эволюционных и генетических изменений кишечной палочки на протяжении 68 тысяч поколений. Бактерии размножаются гораздо быстрее, чем люди, поэтому этот эксперимент позволяет взглянуть на процессы эволюции и понять долгосрочные изменения в разных видах организмов. Изначально ученые считали, что процесс эволюции приводит к пику приспособленности в любой окружающей среде. Однако долговременный эксперимент по эволюции кишечной палочки полностью опроверг эту гипотезу, доказав, что эволюция не прекращается даже в неизменной окружающей среде. Просто ее скорость замедляется. Номер 7. Опыт с капающим пеком Опыт с капающим пеком является одним из самых длительных экспериментов за всю историю. Он был начат в 1927 году в Квинслендском университете в Австралии. Целью эксперимента было проследить скорость движения пека, капли которого падают вниз сосуды из общей массы вещества. Ученые университета хотели доказать, что несмотря на то, что пек кажется твердым, на самом деле он представляет собой очень вязкую жидкость, которая может капать при комнатной температуре. С момента начала эксперимента на дно сосуда упало всего 9 капель. Это настолько редко, что хранители эксперимента никогда этого не видели. Более того, технические проблемы камеры, которая фиксирует эксперимент, помешали записать моменты падения последней капли. 9 капле потребовалось 13 лет, чтобы упасть и соединиться с 8 каплей на дне пробирки. Номер 8. Оксфордский электрический звонок Оксфордский электрический звонок был установлен в коридоре лаборатории Кларендон Оксфордского университета в 1840 году. Его отличительная черта заключается в том, что он звонит до сих пор. Звонок работает от сухой батареи и звенит беспрерывно с 1840 года. Ток раскачивает небольшой металлический шарик, расположенный между двумя медными колокольчиками, в результате чего создается постоянный шум. Тем не менее, вы вряд ли услышите этот шум, потому что звонок находится под толстым стеклом. Считается, что за время своего существования звонок прозвонил уже 10 миллиардов раз. В связи с этим батарея, установленная в звонке, считается самой стойкой в мире. Никто из ученых не знает, как батареи удалось прослужить так долго. Более того, никому неизвестно, задумывался ли этот электрический звонок в качестве эксперимента или нет. Эксперимент Уильяма Джеймса Билла по прорастанию семян. Этот эксперимент, который был запущен ученым Уильямом Джеймсом Биллом в 1879 году, является одним из самых старейших экспериментов в мире на данный момент. Ученый хотел выявить, как долго семена могут храниться в почве, не прорастая, а затем прорастать в правильных условиях при солнечном свете. Профессор отобрал семена 23 видов сорняков и разложил по 50 семян каждого вида в 20 бутылок, которые впоследствии закопал в землю. Изначально планировалось выкопать по одной бутылке каждые 5 лет, но теперь одну бутылку выкапывают раз в 20 лет, чтобы продлить эксперимент. По расчетам, последняя бутылка будет выкопана в 2100 году. После извлечения бутылки семена сажают в почву и начинают выращивать под солнечным светом. После этого ученые следят за каждым растением и высчитывают, семя какого из растений прорастает лучше всего. На данный момент лучше всего прорастает семя коровяка тараканьева. Что ж, на этом все. Надеюсь, этот выпуск был интересным и полезным. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и врубить колокольчик, чтобы не пропустить наши ядерные выпуски. Также советуем вам посмотреть другие ролики на нашем канале. Спасибо вам за просмотр!